ну да нормально итак друзья всем привет на связи давид резаев и мы начинаем 1 апрельский новостной дайджест от национальной ассоциации аукционных брокеров расскажем все самые актуальные новости нашей сферы и около нее итак поехали закончились карантинные льготы рбк напоминает что 1 апреля закончили действие некоторые ограничения центрального банка которые были введены из-за коронавируса дело коснулось реструктуризации займов отъемного ипотечного жилья начисление штрафов и пени на просрочки по платежам не кажется это довольно таки хорошая новость для тех кто имеет ипотеку а может не одну я знаю некоторых таких людей которые имеют и 5 и 7 ипотек так что эта новость именно для вас ссылка на нее будет как всегда по данным видео пользуйтесь и поблагодарите меня за это в комментариях спасибо а мы идем дальше пик долговой нагрузки банк россии презентовал данные по долговой нагрузки россиян а рбк подвел главные итоги и опубликовал цифры по общим среднем получается что около 1 9 части дохода уходит у среднестатистического россиянина на погашение долгов по кредитам микрозаймам цб считают ситуацию достаточно устойчивой но на самом деле я считаю что ситуация ни фига не устойчивая потому что 1 9 части уходит на погашение кредитов и микрозаймов это на самом деле еще под таким самым скромным подсчетом не знаю людей у которых 80 до 70 процентов уходит на погашение кредитов микрозаймов, долгов и так далее. Отсюда могу сделать вывод, что финансовая грамотность у нашего населения, к сожалению, отсутствует. Кому данная новость актуальна, также ссылочка будет по данному видео, вы знаете, что с ней идите делать. Итак, следующая новость, достаточно интересная. Дорогие советы по WhatsApp. Трейдер из Лондона рассылал через мессенджер инвестиционные советы. Но граждане остались недовольны. На заседании суда он пояснил, что хотел научить финансовой грамотности. В России давно известно, что благие намерения до добра не доводят. И это правда. Эта истина сработала и в Лондоне. Суд обязал вернуть клиентам 727 тысяч долларов. Вдумайтесь в эту цифру. 727 тысяч долларов именно на такую сумму надавал советов трейдер из Лондона. Хотел сделать лучше, сделал лучше себе. Ну, теперь придется все данные деньги вернуть. Я даже не помню, были ли у нас такие умельцы, которые через WhatsApp или Telegram раздавали финансовые советы на какие-нибудь деньги вообще. А вот на самом деле ответьте на этот вопрос в комментариях. Это считается ли советом? Потому что я воспринимаю это как спам-процедуры. Прогнозы по доллару и нефти. РБК Инвестиции передает новости из датского Саксо Банк. Его эксперты прогнозируют падение рубля и цены в 80 и 96 рублей за доллар и евро соответственно. Нефть, по мнению аналитиков банка, дойдет до отметки 68 долларов за баррель. Основной причиной называется угроза введения новых санкций. На самом деле эти советники Саксо Банка, пускай нас не пугают, я помню 2014 год, когда был евро 100, доллар 90. Так что вы со своими 80, 96 можете отдыхать. И что касаемо цены за баррель, 68 долларов за один баррель, это вполне нормальная цена. У нас себестоимость добычи нефти это 42 доллара. Так что между 42 и 68 разница хорошая. Так что эксперты из Сакса, делайте то, что вам нужно делать. Следующая новость, также интересная, на мой взгляд. Золото дешевеет и виноваты в этом США. Мне кажется, США в Российской Федерации виноваты во всем. Агентство Reuters сообщает, цены на основные драгоценные металлы, золото, серебро, платина снижаются. Тем временем доходные облигации США растут. Доллар укрепляется и все ждут скорейшего восстановления экономики. События развиваются благоприятно, в том числе благодаря вакцинации. Мое мнение лично такое на данную новость. Дальшим экспертам стоит смотреть, что творится на нашем рынке, что происходит с нашей экономикой и так далее. Ссылку на данную новость, как всегда, вы найдете под данным видео. Следующая новость. И снова про валюту и драгметаллы. Эксперты ведомости считают, что вскоре будут увеличены ставки по кредитам. Причиной называется снижение доходов банков от операций с валютной и ценными бумагами. Так, на 2021 год уже есть прогноз о недополучении 400-500 миллиардов рублей. Интересная новость, только на самом деле я не вижу связи между ставками по кредитам и драгоценными металлами. Но это лично мое мнение. Напишите ваше мнение по поводу данной новости. Мне на самом деле интересно. Давайте подискусируем. Welcome в комментарии. И ссылка на данную новость также будет там же. Присоединяйтесь. Следующая новость. Совкомбанк усиливает позиции. В ведомости сообщают, что Совкомбанк официально подтвердил подписание соглашений с акционерами Банка Восточный. Ожидается, что сделка будет совершена в течение нескольких недель. И закрыта после получения разрешений от Банка России и Федеральной антимонопольной службы. На самом деле достаточно интересная новость. Потому что я слежу давно за банком Совкомбанк. Потому что одним из его учредителей является Михаил Кучмент. Он также является совладельцем Коффа. И я считаю его достаточно сильным бизнесменом на постсоветском пространстве. И я слежу как минимум за его деятельной страничкой в Инстаграме. То, что они усиливаются, это классно. Я думаю, что данная новость застойна вашего лайка. Ссылку оставим в описании. А мы едем дальше. Банки не будут списывать деньги у тесок. Российская газета освещает рассмотрение законопроекта, который обязывает банки переправить данные должников. Если судебные приставы не укажут в документе, например, паспортные данные с НИЛС и ННН должника, то списания не будет. Так законодатели считают, что будет решена проблема списания долгов за других людей. На самом деле, очень интересная новость. Потому что Ивановых Ивана Ивановича у нас в Российской Федерации много. Я представляю, если в одну единицу времени каждый Иванов Иван Иванович набирает по пару миллионов рублей ККК-кредитов. И как бы с них это не будут списывать. И если они, допустим, где-то скрываются и их не найти. Мне кажется, достаточно такая неоднозначная новость. В принципе, для должников она идет в плюсе. Для экономик Российской Федерации надо посмотреть. Также хочу, чтобы вы написали ваше мнение в комментариях. Александр Беляев, я тебе рекомендую взять на свою фамилию, по русскому паспорту пару кредитов, и все будет у тебя хорошо. Я уже подумал об этом, и я представил, как Иванова Ивана Ивановича ищут другие. Тут на самом деле пространство вариантов множества. Напиши мне, пожалуйста, есть хороший сценарий. А вы, уважаемые коллеги и зрители, напишите, какие еще исходы событий могут быть, исходя из данной новости. А мы едем дальше. Интересная новость. Бывший кондитер Каркунов признан банкротом. Офигеть. В прошлом году Анкорбанк подал в суд заявление о банкротстве Каркунова. Доля бизнесмена в банке составляла 49,8. В сентябре 2020 года в его отношении была введена процедура по реструктуризации долгов. Представитель Каркунова пояснил в суде, что имущества бизнесмена достаточно, чтобы погасить долги. Но сам он находится за границей, поэтому возникают трудности в коммуникации с кредиторами. На самом деле, достаточно интересная новость, потому что господин Каркунов является клиентом нашей ассоциации. И мы для него подбирали ряд объектов. Я-то думаю, почему он пропал из поля зрения. Наши менеджеры не могут связаться с его представителями. Мы отмониторили достаточное количество объектов по всей Российской Федерации. И тут товарищ Каркунов пропал из поля зрения. Эта новость все объясняет. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Как вы думаете, почему шоколадный король обанкротился? Я думаю, что плачут все работники бухгалтерии, учителя, потому что конфеты Каркунов это был лучший социальный лубрикант. Это точно. Итак, следующая новость не менее кричащая, как заголовок из газеты. Массовые банкротства еще впереди. 1 апреля отменяются некоторые финансовые послабления от банков. Эти послабления не сразу обернутся массовыми банкротствами. Но волна обращений не заставит себя долго ждать. Поддержкой граждан могут выступить меры правительства по поддержке граждан. Но стоит ли ожидать и будут ли они вообще? Давайте вернемся к первой волне. Это март 2020 года. Я помню, что для малого и среднего бизнеса дали подачку. Для ИПшников эта сумма была 9800 или 13200. И то это ты должен обязательно соблюсти некоторые критерии. Это официальное трудоустройство сотрудников, акведы нужных видов и так далее. И 13200 рублей, ну как бы это не совсем, мне кажется, в данной ситуации было логичным. То есть, если взять Европу, каждому предприятию выделялось в тысячах евро. То есть, я знаю, что в Италии средняя сумма компенсации была в районе 3800 евро и так далее. Мы с вами хорошо знаем на практике, как это бывает и кого правительство будет в этом случае спасать. Они будут спасать градообразующие предприятия. Никто не будет беспокоиться за ИП Иванова или ИП Петрова. Также вспомним, что в марте 2020 года торгово-промышленная палата совместно с РБК опубликовала аналитику, что в течение двух лет обанкротится порядка трех миллионов предпринимателей и порядка 8,5 миллионов физических лиц. И вот сейчас плюс-минус вот это и начинает быть явью. Потому что, если взять 2020 год, уже осенью волна банкротства вышла на исторический максимум. И это сейчас будет повторяться в марте и апреле. В течение двух лет наш рынок аукционов по банкротству вырастет как минимум в два раза. Это я прогнозирую и эти прогнозы пока что сбываются. И если вы не согласны с моим мнением, мы можем с вами это обсудить в комментариях. На сегодня с новостями все. Это для вас был первый новостной дайджест. Это был экспериментальный. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, понравилось ли вам, стоит ли нам продолжать. Ну и также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С удовольствием вам буду на них лично я отвечать. И увидимся с вами, надеюсь, в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.